Добрый день, друзья! У нас сегодня третий день нашего мастер-класса «Стартап ВКонтакте». И, пожалуйста, дайте обратную связь. Кто на первом дне был, ставьте единичку, на первом и втором – двоечку, и кто не был, поставьте нолик. Кто сегодня первый раз, поставьте нолик. Кто был на первом и втором – единичку, двоечку. Угу. Так, вижу, у нас Юлия сегодня первый раз. Так. Угу. Хорошо, вот те, кто сегодня первый раз. Вам обязательно придет запись на почту или обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил, о чем у нас была речь. Первый день. Мы рассказывали о том, как раскрутить бизнес с помощью личной страницы, как работать с диалогами. И мы познакомили вот с таким специальным сервисом, который по ключевым словам находит вам горячих клиентов, по ключевым словам к вашему бизнесу находит самых горячих клиентов. А потом, друзья, вы проводите диалоги. И вот эти диалоги мы тоже показали, каким образом шаблоны диалогов мы показали, какие они должны быть. И все очень легко. И вы можете, запустив этот сервис, ну, прям в первый день уже иметь себе клиентов по вашей ниши, по вашему бизнесу. Вчера мы с вами говорили о том, как раскрутить группу ВКонтакте, как назвать правильно группу, какие должны быть правильные ключевые слова и так далее. И вы познакомились с сервисом, версия профессиональная, который сам на автомате приглашает в группу вашу целевую аудиторию. Это очень комфортно. Вы запускаете этот сервис, сами занимаетесь своими делами. Ну, например, готовите свой курс какой-то, пишите свой курс, либо отдыхаете, либо проводите вебинар. А в это время вот этот робот, он работает и наполняет вашу группу целевой аудиторией. Вам остается только в группе размещать посты около нишевые, вот о чем-то таком интересном по вашей теме, и размещать посты продающие, то есть монетизировать вашу группу. И сегодня мы с вами поговорим о подписной базе. Каким образом набирать подписную базу через социальную сеть ВКонтакте и создадим свою страницу захвата. Ну, и так вот те люди, которые сегодня первый раз у нас, я рекомендую вам обратиться к тому человеку, который пригласил, и взять полностью видео, посмотреть все три дня. Меня зовут Любовь Долгая. Вот так получилось, что эти три дня спикер мастер-класса только я. Мы автоматизировали максимально, насколько это возможно, свой бизнес в интернет. Ну, и теперь живем и наслаждаемся бизнесом свое удовольствие. И давайте мы немножко повторим 10 шагов по продвижению бизнеса ВКонтакте. Что нужно сделать? Оформить личную страницу ВКонтакте. Вот в первом дне мы с вами об этом говорили. Личную страницу… Так, кто-то у нас играется. Нажал не на ту кнопочку. Вот я убрала лишнее, что написано. Вы можете… Чат открыт, можете вопросы в чат писать сразу. Оформить личную страницу ВКонтакте. Личная страница ВКонтакте – это ваша основная страница. Очень важно, чтобы вы ее берегли, максимально оформили интересно, хорошо, транслировали туда свой образ жизни на эту личную страницу. Ссылка на эту личную страницу ВКонтакте у вас должна быть на сайте, у вас должна быть в письмах. То есть это ваша визитная карточка в социальной сети ВКонтакте. И ее, эту основную страницу, нужно беречь. Конечно, важно закрыть стену, чтобы на вашей стене не было чужих записей. И, друзья, очень важно не делать репосты чужих групп и чужих записей, потому что люди будут уходить с вашей страницы на какие-то чужие группы или на других совершенно людей на их странице. Если вы делаете бизнес в интернет, то делайте записи именно свои. И не надо делать репосты. Оформить дополнительно рекламные страницы. Вот через эти рекламные страницы мы с вами активно работаем. И как правильно оформить рекламные страницы? Опять же, мы с вами разговаривали раньше. Вот эти рекламные страницы, они должны выглядеть у вас как сайт воронки, как страницы захвата. Создать группу. Создаем группу. И группа должна быть… Группа – это ваша продающая страница. Вот если ваши рекламные страницы – это такие странички захвата ВКонтакте, то группа – это, можно сказать, ваша продающая страница. Вы там размещаете интересный материал и продающие посты, чтобы те люди, которые приходят в группу, а мы приглашаем с помощью сервиса «Инсошел» целевую аудиторию, чтобы эти люди получали не только от вас полезное и бесплатное, но вы также и зарабатывали деньги, то есть монетизировали свою группу. И для этого нужно размещать рекламный материал. Настроить уникальный помощник по раскрутке групп ВКонтакте «Инсошел». Это мы сделали. Вот все, он работает. Мы его запустили. Он в группу приглашает людей. А теперь нам надо набирать подписчиков через социальную сеть ВКонтакте. Для этого создать сайт-воронку с чем-то полезным в обмен на e-mail. А у кого уже есть сайт-воронки, поставьте, какое количество у вас страниц захвата или сайтов-воронок. Неважно, как их назовешь. Суть у нее одна – это собирать подписную базу. У кого есть, напишите, сколько. Одна, две, три, пять. Поставьте цифру. И у кого нет, поставьте минус. Мы сейчас посмотрим, у кого есть свои странички. Так, 4, 6. Одна. Замечательно. Замечательно. Так, ну, все, вот даже не знаю, что вам рассказывать. Все знают, как их создавать. Ноликов не вижу. Хорошо. Молодцы, друзья. Правильно. Вот у нас должны быть вот такие сайты-воронки с чем-то полезным взамен на e-mail. И, конечно же, должна быть серия писем. После того, как мы создали сайт-воронку, у нас к этому сайт-воронке должна быть серия писем. Серия писем, которая что делает? Она продает наш бизнес. Так, сейчас у меня слайд загрузится. Почему-то долго слайды у меня загружаются. Итак, серия писем должна у нас быть к нашей воронке обязательно. И мы набираем подписчиков через социальную сеть ВКонтакте с серией писем. И в конце первой серии писем, она вообще небольшая должна быть, серия писем, это, например, 3, 5, 7 писем, вы предлагаете какой-то полезный и недорогой товар. Ну вот максимум, максимум – это 100 долларов. Это максимум. А вообще хорошо, если у вас есть такой товар от 5 до 20 долларов. Вот за такую цену люди с удовольствием в интернете покупают. И вы знаете, почему нужно вначале предложить вот такой недорогой товар. Потому что, чтобы купить за 5 или за 20 долларов что-то, то не нужно спрашивать у мужа или у жены, не надо с кем-то консультироваться. Но у вас при этом появляется клиент. И он пробует, он тестирует ваш товар. И если вы ему предложите какой-то хороший, недорогой товар на небольшую сумму, то после этого он вам начнет доверять. Понятно, что вы с 5 долларов много денег не заработаете или с 10 долларов. Но цель здесь не заработать деньги, а цель здесь, чтобы у вас появился клиент. Вы знаете, когда люди один раз у вас купили, то они уже как бы легко, они на автомате будут покупать уже и более дорогой ваш товар. Ну, например, неважно, чем вы занимаетесь, либо это какие-то курсы, какие-то обучалки, либо это какие-то сервисы, либо это какие-то что-то для здоровья, если у вас компания такая, которая вы занимаетесь здоровьем, либо это какая-то косметика. То есть люди потом будут с удовольствием покупать и недорогой товар. Потому что если сразу предложить в лоб вот достаточно дорогой товар, то человеку надо взять, и чтобы эти доллары взять, вытянуть из семьи, ему надо рассказать жене или мужу, что я вот это вот куплю и так далее. Ну, вот не очень комфортно. А так предложите ему недорогой, и поверьте, он потом у вас будет покупать и покупать. И вот самая главная ошибка после этого, после того, как купили недорогой товар… Вообще многие так делают. Вы, наверное, видели. Вот кто видел, когда подписываешься к кому-то, а потом то ли сразу вот прям в первом письме идет, что купи книжечку за 7 долларов, или что-то за 7 долларов, за 3 доллара. Даже бывает за доллар купи. Это же не просто так люди за доллар продают, потому что им так важен этот доллар. Они продают, чтобы вы у них стали клиентом. И вы знаете, что дальше происходит? Какие… Вот кто видел, что при подписании сразу или буквально на пятом письме говорят, что купи что-то, и оно такое реально недорогое, что ты думаешь, ну, что бы не купить? Да ладно, поставьте плюсики, если вы видели такое, если вы с таким встречались. Есть, да? И меня тоже они, конечно, сподвигают очень хорошо. Ты подписался на какую-то интересную вещь, думаешь, сейчас буду получать от них письма, а тут раз, и говорят, ой, смотри, а тут вот столько всего, и сейчас акция закончится, счетчик тикает, и это всего-навсего за 970 рублей. Вот у тебя будет вот такая информация. И думаешь, а, ладно, куплю. Вот. Вот и вам нужно точно так сделать, друзья. Только какую ошибку дальше совершает 95% людей? Они перестают работать вот с этими клиентами, которые купили недорогой товар. А вам надо, наоборот, начать выстраивать отношения и больше уделять внимание клиентам. Знаете, может быть, вы с 5 долларов заработали там всего-навсего доллар, вот по себестоимости всего-навсего доллар. И кажется, ну что я за этот доллар буду теперь вот с этим человеком ему время уделять? Вот наоборот, он уже вам начинает доверять. Поэтому вы ему давайте определенное внимание, больше ему писем пишите, что-то полезное пишите, что-то давайте вот к этому товару, который он купил. Я расскажу на нашем конструкторе, к примеру, человек у нас покупает конструктор, и как только он купил конструктор, то я начинаю отправлять разные фишечки. Как сделать баннер на этом конструкторе? Как сделать… вернее, не на этом конструкторе, а вообще. Как сделать баннер? Вот такой есть сервис, вот такой красивый баннер. И вы можете сделать и разместить на конструктор. Потом следующую фишечку. Как поставить кнопки соцсетей? Потом следующую, следующую, следующую. И вот, знаете, он не то, что недоволен, а он счастлив, что он купил этот конструктор. Вот и вам, что бы вы ни продавали, будто косметика, декоративная косметика, что-то по здоровью, все равно давайте рекомендации и работайте с этими клиентами. Это очень важно. И потом девятый шаг – это предложение бизнеса. Вот поверьте, когда вы будете уделять внимание, а потом предложите свой бизнес, предложите партнерство, тогда, конечно же, человек уже вам доверяет, он уже вас знает, он знает, что даже купив на 5 долларов, вы ему такое внимание уделяете. А когда бизнес будет, так вообще будет замечательно. Либо предложение более дорогой услуги вашей, ну, или более дорогого продукта. И тогда, опять же, он вам начинает доверять, и он купит, ну, с наибольшей вероятностью вот эту дорогую услугу. И, конечно же, друзья, после этого… Минутку. После этого обязательно создайте свой сайт и начинайте регулярно наполнять контентом. И присылайте людям, которые стали вашими клиентами и вашими партнерами, обязательно присылайте им материалы с этого сайта, то есть, чтобы они о вас не забывали. И как создать сайт – это мы учим уже на другом нашем мастер-классе. И, имея сайт, вы получаете рекламу, вы получаете офис в интернет, вы получаете новых партнеров, клиентов и друзей, вы получаете эффективность, имидж, самореализацию, оперативность, творчество и, конечно же, доход, потому что на сайте можно разместить партнерскую программу, и люди будут покупать, и он работает круглосуточно. И что понадобится для создания сайта? Для создания сайта понадобится конструктор, рассылщик почты, картинки с интернет. Но мы с вами сейчас будем создавать, друзья, не сайт, а мы сейчас с вами будем создавать страницу захвата. И вот вы видите, это такой пример, пример странички захвата. Это графика для вашего инфобизнеса. Вот у меня эта страничка очень классно работает. Многие люди, которые занимаются бизнесом, они просто на вот этих всех картинках, на этих всех кнопочках, ленточках, людях, которые на прозрачном фоне, они просто повернуты на этом всем. И, конечно же, когда им предлагаешь, ну, когда размещаешь в социальных сетях вот такую воронку, такую страницу захвата, то они с удовольствием нажимают. Ну, а дальше просто так получить доступ невозможно, а нужно внести свои данные. Свое имя, свой e-mail, и тогда уже открывается доступ на сайт. Так, идем дальше. Какие еще бывают странички захвата? Вот такая страница захвата. Как получать пассивный доход? Более 95 тысяч долларов в год. И вот здесь написано, только для тех, кто хочет стремительно построить MLM-структуру через интернет. И вот такая страничка. Тоже делается очень быстро. Мы сейчас с вами будем делать вот такую страничку. И очень легко я вам покажу, как это делается. Итак, вот еще одна страница. То есть зачем нужны вот такие страницы захвата? Зачем нужны вот такие воронки? Они нужны для того, и их хорошо, если у вас будет много, чтобы собирать подписную базу и чтобы, знаете, были такие разные точки входа. Одним людям нужно одно направление, другим вы можете подарить. Даже если вы будете книги ставить на вот эти странички, другую книжечку, одним в одну тему, другим в другую тему. Это, конечно же, зависит от вашего бизнеса. И если у вас в бизнесе есть несколько направлений, разные направления, то создавайте разные страницы по разным направлениям. И вот эти странички размещайте вместе с полезными статьями, вместе с полезными постами в вашу группу, в социальную сеть ВКонтакте. Начинайте, конечно, с одного. Вы не стараетесь охватить все. Начинайте с одной странички, ну, а потом уже пойдете дальше и будете делать следующую, следующую, следующую. У вас будет просто такая коллекция, будут наполняться очень хорошо ваши подписные базы. Вот такая страница. Очень красивая создание видеооткрыток. Здесь скриншот. Конечно, вы не можете увидеть всю ее прелесть. Здесь и меняются эти картинки, меняются фотографии. Такое слайд-шоу красивое. Она вся мигает, вся переливается. И, конечно же, вы видите, что те люди, которым она понравилась, которые хотят создавать видеооткрытки, они с удовольствием вписываются в эту страницу. Ну, а дальше уже идет ссылка на ресурс, где они могут бесплатно и очень быстро создать видеооткрытку. А в конце этой рассылки уже идет предложение стать клиентом этого ресурса. Вот еще одна страница. Это страница, которая работает на презентацию. Вот мы сейчас познакомимся с конструктором, на котором легко создавать вот такие страницы. И вы видите, что здесь «Получи настроенную систему извлечения денег из интернет». Здесь такое небольшое видео. В конце этого видео спрашивается, говорится о том, что если вас заинтересовала вот эта настроенная система, то заполните справа анкету. И определенные вопросы, вы эти вопросы пишете сами, человек заполняет анкету, и тогда уже вы выходите с ним на связь. И удобно тем, что когда человек заполнил анкету, вы о нем хотя бы что-то знаете. Вы можете подготовиться к этой встрече, к этому собеседованию. И если, ну, например, могут быть такие вопросы, а сколько лет вы в бизнесе, да? А какая у вас команда? А какая у вас цель? Какой вы чек хотите заработать? Если вы видите, что человек амбициозный, а вы еще новичок в бизнесе, то, конечно, договоритесь и попросите своего спонсора, чтобы он вам помог провести собеседование, и вы привлечете вот такого лидера к себе в команду. Вот еще одна страничка захвата. Это наш мастер-класс «Стартап ВКонтакте». Вы видите, вот очень легко делается. Такая красивая страница. Вот замечательная фишка. Вот, знаете, это наши партнеры делают. Иногда просто удивляешься, насколько идеи какие в голову приходят. Вот, смотрите, кажется, я сначала, когда увидела эту страничку, ну, и говорю, ну, подождите, вы все сразу выложили, то есть всю информацию прямо на одной странице. Вот, как достичь успеха в любой MLM-компании. И здесь 7 коротких видео. Видео первое, да, какие три типа людей нужны, какую главную ошибку совершают сетевики и так далее. Но что получается? Вот здесь посрединке написано, что лучший инструмент привлечения лавины новых клиентов и партнеров из социальной сети ВКонтакте здесь. И вот когда люди посмотрели эти все видео, на этом видео рассказывается, как правильно делать бизнес в интернет. и эти видео очень коротенькие, то, конечно же, они нажимают, они понимают, что должен быть поток и должна быть целевая аудитория. Они нажимают на вот эту вот кнопочку здесь и приобретают сервис. Ну, там еще дополнительно идет видео, как работает этот сервис. И приобретают сервис для поиска ключевых партнеров. Тоже замечательно вот такая страничка работает. Вот можно делать даже такие странички. Вы видите, на одной страничке несколько таких, может быть, подарков. Великолепно также работают. Ну, и теперь давайте начнем создавать с вами воронку для набора подписчиков. Сейчас я вас познакомлю с нашим конструктором. И, друзья, если у кого-то нет конструктора, можете нажать на кнопочку «Регистрация», и я вам сейчас покажу, каким образом можно зарегистрироваться. Если вдруг кнопка по какой-то причине не сработает, то вы обратитесь тогда к тому человеку, который вас пригласил. То есть вы сможете пройти регистрацию, если вы сюда, в этот зал попали по реферальной ссылке, по партнерской ссылке. Если вы просто по прямой ссылке попали в этот зал, то тогда вы не сможете зарегистрироваться на портале. Так, Людмила что-то написала. Я пока уберу эту регистрацию, чтобы она вам не мешала, а потом в конце еще раз поставлю. Хорошо? Если есть вопросы, пишите. Итак, друзья, вы, когда нажмете на «Регистрация», вы перейдете на вот такой портал «Комфорт». Здесь все маркетинговые инструменты в одном месте. Можете потом посмотреть видео, когда зарегистрируетесь. Теперь что вам нужно сделать? Дальше вам нужно нажать на «Продукты» и выбрать «Конструктор сайтов». Мы сейчас с вами будем работать именно с конструктором сайтов. Так, так как я уже здесь, в кабинете, тогда я нажимаю на «Продукты». Так, «Личный кабинет», «Продукты». Я уже зарегистрирована. И вот у нас есть «Конструктор сайтов». Вы нажимаете на «Конструктор сайтов» и «Вход в конструктор». Вот вы видите, что здесь есть тематика веб-сайта. Абсолютно разные тематики веб-сайта. Есть для компании «Арифлейм» есть страницы, одностраничники. Есть странички захвата. Можете переделать эти странички под себя, если вам это подходит. Вот здесь будут шаблоны еще пополняться на различные компании. Но мы с вами давайте просто сделаем, нажмем на «Прочие», «Прочие» и выберем «Базовый веб-сайт». Потому что мы будем делать не сайт, а мы будем делать страницу захвата. Теперь нажимаем «Создать сайт». И вот информацию о владельце сайта мы заполним с вами попозже. Это можно уже изнутри заполнить. Нажимаем «Создать сайт» и какое-то время пройдет для того, чтобы создать сайт. Ясно. Людмила пишет. «Внуки помогают». Да, внуки-помощники такие. Иногда кому-то кошки помогают. Нам пишут, что вот эта кошка походила по монитору. Вот какой интересный сайт получился. Ну, нам, друзья, это все не надо. Нам это все не надо. И что мы можем сделать? У нас есть несколько вариантов. Мы можем все это удалить, все это почистить, вот удалить все эти картинки, все эти надписи и создать полностью свой сайт. А можем создать сайт из SSB-шаблона. Давайте сделаем так, чтобы это у нас было быстрее. Я вообще планировала вам показать прям два сайта, как создать. Ну, давайте мы сделаем сейчас, создадим один сайт. Вот я нашла какие-то шаблоны готовые, как приумножить деньги книга. Ну, вот сейчас давайте, потому что у меня у самой такого шаблона нет. Давайте мы попробуем, посмотрим, что это за шаблон. Вот нажимаем «Скачать». То есть сейчас вы увидите… Так, «Скачать». Теперь сразу скачаю форму подписки и сразу скачаю письмо. Так, вот, есть, да? Итак, все скачали. Теперь идем… Теперь идем… Давайте посмотрим, где находится вот этот шаблончик. Показать в папке. Пусть нам покажут. Вот, почему-то не спросил у меня, ага, как приумножить деньги. Вот так вот называется. И вот смотрите, можете обратиться к тому человеку, который вас пригласил, зарегистрироваться на комфорте, обратиться к тому человеку, который вас пригласил, и он вам обязательно даст шаблоны страниц захвата. Вот, мы сейчас что делаем? Мы сейчас нажимаем на «Восстановить треугольничек» вот здесь и нажимаем… Так, треугольничек… Сейчас, минуточку. Это я уберу лишнее. И нажимаем вот на такую стрелочку, зеленую стрелочку. Выбираем файл. Вот этот файл, который… Который с конструктора шаблон… Как приумножить деньги есть. Который с конструктора шаблон… Вот, этот файл, он на компьютере не открывается. Вот, если вы обратитесь к тому человеку, который пригласил вас на наше занятие, и он даст вам файл, вы его не пытайтесь открыть, или мы вам ссылку, может быть, в письме отправим, не пытайтесь его открыть на компьютере. Он открывается только в конструкторе. Это очень важно. И услышьте меня, потому что некоторые сразу хотят посмотреть у себя на компьютере и пишут, что «А, у меня не открывается, у меня не работает». Теперь нажимаем на слово «Загрузить». Вот он, видите, сюда закачался внутрь конструктора. «Загрузить». И у нас спрашивают, восстановить сайт из этой копии. Да. «Восстановить». И сейчас мы с вами восстановим сайт из этой копии. «Надо подождать какое-то время». Я пока вернусь к вам. Если вопросы по ходу, пишите сразу же. И мы ждем пока. Так, вот, есть. Итак, для того, чтобы… Вот видите, как быстро, как быстро мы создали страничку из готового шаблона. Для того, чтобы она появилась, эта страничка, в интернет, мы нажимаем на «Опубликовать». Вот, «Опубликовать». И сейчас все. Сайт успешно опубликован. Нажимаем на ссылку. И вот наша книга. Бесплатная книга. «Как привлечь, сохранить и приумножить деньги». Что вы узнаете? Вы узнаете, что помогает привлекать деньги, как сохранить деньги, какой путь обогащения является этичным, как гармонично заработать финансы, расходовать финансы и так далее. И вот здесь, друзья, должна стоять ваша форма подписки. Видите, вот стоит стрелочка и нет формы подписки. Но это не беда. У нас наши сервисы работают таким образом, что все легко автоматизировать. И, конечно же, мы своим клиентам помогаем, даем готовые вот эти страницы. Теперь нам надо зайти в «Мои продукты» и выбрать «Почтовый робот». Сейчас мы будем с вами быстро создавать за несколько минут форму подписки. Вот «Почтовый робот». Нажимаем «Запустить». Запускаем наш «Почтовый робот». Помните, я скачала форму подписки, я скачала письмо и страницу захвата. Все это скачала. Теперь мы нажимаем «Создать список». И так, тут еще ни одного списка не создано. Опять появляется «Создать список». И называем этот список «Как привлечь деньги». Как… Так, минуточку. «Как привлечь деньги». И сохраняем. То есть зачем мы создаем список? Чтобы мы знали, что с этой воронки люди попадают вот в этот список. И мы назвали его также для того, чтобы нам не запутаться. Воронка «Как привлечь деньги» и список «Как привлечь деньги». И вот сюда будут люди оставлять свои контакты, вернее, форму подписки и попадать сюда. Теперь мы нажимаем на «Формы». «Формы». Нажимаем на «Формы». И сейчас, конечно же, мы можем форму сделать и сами, но мы ее сейчас импортируем. Вот если создать форму, смотрите, вот мы попадаем вот в такой раздел, вот такая форма по умолчанию, но здесь есть готовые формы. Нажимаем на «Дизайн», нажимаем на «Шаблоны». И вот, пожалуйста, вот раз «Формочка», «Формочка», «Формочка». Какие угодно формы, если у вас светлая форма подписки, вот, пожалуйста, вот такая форма. Можете ее увеличить, уменьшить, поставить картинку. В общем, сделать с ней что хотите. Так, отменяю эту форму, потому что у нас есть форма, которую мы можем сюда загрузить. Нажимаем «Импортировать». Выберите файл. Ищем файл, который мы скачали. Так, вот он здесь должен, вот форма, думаю, это он. «Открыть», «Скачать книгу», «Как создать слайшоу». Ну, пусть будет эта форма. И «Окей». Да, надо было ее переназвать, эту форму, потому что она у меня неправильна. Так, «Действия» и «Редактировать». Это «Редактировать». Вот, видите. Так, мы сейчас назовем, как привлечь деньги. Как привлечь деньги. Вот, вот есть у нас такая форма. Теперь нам нужно выбрать подписчиков. Когда люди в эту форму оставляют имя и e-mail, куда они будут попадать, в какой список. В список тоже, как привлечь деньги. И нажимаем «Сохранить». И нажимаем «Сохранить». Замечательно. Все, сохранили. Теперь напротив этой формы написано «Действие. Получить код формы». Вот, копируем. Идем в наш конструктор. И вы видите, здесь написано «Ваш код заработает после публикации сайта». Нажимаем «Изменить». Вот здесь такой небольшой кусочек кода уже стоит. Это для того, чтобы форма была по центру. Вы не убираете ничего, а просто рядышком вставить и вставить. Так, вставили. Ок. И опубликовать. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Обновим эту страничку. Вот. Вот у нас получилась наша страничка, наша форма подписки. И я бы даже и убрала вот этот код, который по центру. Мне он, кажется, мешает. И теперь опубликовать. Вот. Смотрите, лучше даже стало без центра. Сразу код поставили. Вот такая страничка. Вот такая страничка. Теперь нам что осталось сделать? Я сейчас к вам вернусь. Так. Так. Я по вашей ссылке пришла. Юля, я в конце дам еще раз зарегистрироваться, и вы пройдете по этой ссылке и зарегистрируетесь. Хорошо? Итак, друзья, смотрим дальше. Вот у нас есть такая страничка. Теперь нам надо пойти в рассыльщик, и чтобы после того, как люди подписались, то есть внесли свои данные в эту форму подписки, вот в эту форму подписки, чтобы им пришло письмо с книгой. Письмо с книгой. Для этого можете что сделать? Заходите на конструктор. Вот здесь есть документы. И можно вашу книгу загрузить прямо в конструктор. Вот вы нажимаете «Загрузить». Так, сейчас я найду. У меня есть такая очень интересная книга. Может, я вам ее и подарю. Очень классная книга. Мы сейчас ее загрузим. Для лидеров книга. Так, скачать. Давайте туда же в загрузке скачаем. И теперь мы нажимаем «Загрузить» и ищем эту книгу. Она называется у меня «Лидер». Вот она. «Мистер Лидер» называется эта книга. Открыть. То есть вы сюда, конечно же, загружаете книгу. Если здесь написано «Как приумножить деньги», то вы загружаете книгу «Как приумножить деньги». Вот сейчас она загрузится. Пока здесь книга загружается, мы берем письмо. Так, где мы письмо наше дели? Шаблон письма. Тоже, наверное, в загрузках наш шаблон письма. Так, берем письмо. Вот наша книга загрузилась. Мы идем в «Рассыльщик» и нажимаем на «Автоответчики». «Создать автоответчик». Вот сейчас пишем заголовок «Как приумножить деньги». Теперь список выбираем, кому это письмо пойдет. Это письмо пойдет тем людям, которые у нас в списке «Как привлечь деньги». И здесь надо «Как привлечь деньги». «Привлечь деньги». И нажимаем на новое письмо. Вот. Здесь у нас есть готовые шаблоны. То есть не надо быть программистом. Вернее, это не программист называется, наверное, дизайнер. Не надо быть дизайнером для того, чтобы создавать какие-то красивые письма. Вот, пожалуйста, смотрите, какие шаблоны. Готовые шаблоны. Вот абсолютно разные шаблоны. Я здесь убираю все эти логотипы, чтобы нам время сэкономить. Вот месяц, рассылку. Все это я уберу. И теперь вот здесь тоже могу убрать все лишнее, что мне не нужно. Можете взять шаблончик попроще, потому что я взяла самый такой, знаете, шаблон. Так, и вот здесь пишите «Получите вашу книгу». Здесь пишите заголовок «Как привлечь деньги». Потом ставите текст письма. Вот я его скопировала. Вот написана тема. Мы тему убираем, да? У нас уже тема написана. Получите вашу книгу. И написано дальше. Вот. Сейчас, минутку. Вот здесь можно было написать, как в письме у меня, в заготовочке. «Ваш экземпляр книги». Вот. Мы ставим, смотрите, вначале ставим персонализацию. Это значит, по имени к человеку обращаются. Вот эта переменная, она будет меняться на имя человека. Будет «Катя, получите ваш экземпляр книги». «Света, получите ваш экземпляр книги». «Юля, получите ваш экземпляр книги». Потом «Как привлечь деньги» называется наша книга. И дальше вы пишете «Приветствую». Сейчас вернемся. Убираем вот это вот лишнее. И дальше вы пишете «Приветствую». Опять же, эта переменная будет Юлия, Катя, Света. Вы заинтересовались книгой «Как привлечь, сохранить и приумножить деньги». Нажмите здесь, и ваша ссылка на книгу. И вы можете взять и вот эту вот ссылку, которую вы загрузили в конструктор, вот ее скопировать и сюда поставить. Нажмите здесь. Теперь мы берем слово «здесь», выделяем. Идем… вот здесь есть такая цепочка. Когда на нее нажмешь, то написано «Вставить, редактировать ссылку». Нажимаем на эту такую цепочку, да. Так. Вставляем нашу ссылку, вы видите. Потом нажимаем «Цель». Давайте сделаем, чтобы открылось в новом окне. Ну, оно, по идее, сразу же скачается автоматом на компьютер. Когда человек нажмет на письмо здесь, оно скачается автоматом на компьютер. Вот слово здесь. Нажмите здесь, чтобы забрать экземпляр книги. Вот что бы с маленькой надо. «С уважением и пишу свое имя, фамилия, любовь». Все. Теперь вы можете откорректировать этот текст, если… ну, очень уж маленькие буковки. Давайте мы сделаем 16, например. Вот так вот. Вот так по-быстрому я вам показала. Здесь, конечно же, друзья, вы можете эту картинку поменять на свою. Можете на экземпляр книги. Можете сделать свою шапку поставить. Вот в письмах. И у вас будет все письма с одинаковой шапкой. Теперь мы нажимаем «Сохранить». И вот здесь обязательно не забывайте нажать «Сохранить». «Сохранить». Все. И больше нам абсолютно ничего не нужно. Человек после того, как впишется в эту страничку, в эту страничку, пойдет на почту, подтвердит, подтвердит свое, ну, свой e-mail. Ему тут же придет письмо с ссылкой на книгу. А у вас появится новый подписчик. Представляете, как классно, как замечательно. Так, я сейчас к вам вижу, вопросов пока нет. Но давайте еще буквально я у вас минуту времени займу. Так, я не знаю, во ВКонтакте я сейчас не зайду отсюда, наверное. Нет, не зайду. Не помню, пароль поменяла вчера. Так, теперь, друзья, что очень интересно и что очень важно. Вот смотрите, когда вы берете вот эту вот ссылочку, ссылку на… Вот эту вот ссылку. Ссылку на вашу страницу захвата. Здесь домен можно поменять на свой. И размещаете в социальных сетях, то описание вот этой вот странички будет видно в социальных сетях. Поэтому нам очень важно сделать такое описание, чтобы когда вы размещаете вот эту вот ссылку, чтобы человек… ну, чтобы его еще и описание захватило. Вот мы идем в конструктор, нажимаем на настройки. И вот здесь вы видите, видите, как привлечь, сохранить и приумножить деньги. И описание веб-сайта. Можно галочку снять, потому что будет два раза, как привлечь и опять же, как привлечь. Мы галочку снимаем. И описание веб-сайта. И хорошо бы здесь добавить не просто, как привлечь и приумножить деньги, а, допустим, вы еще напишите, вот о чем эта книга. Вот я вот эту книгу, которую сейчас загрузила, вот сейчас скажу вам о чем. Вот я еще беру и пишу. О чем эта книга? Я вам сейчас, кто в прямом эфире, прям дам в подарок эту книгу. Вы себе сделаете вот такую страничку захвата с этой книгой. Очень классная книга. Это правила-постеры для настоящего лидера. Советы на каждый день для тех, кто уверенно идет к успеху. Это книга для начинающих лидеров. Это книга-инструктор. Это книга для взрослеющих лидеров. Мотиватор. Для настоящих лидеров-вдохновлятор. И так далее. Понимаете, очень важно сделать описание, потому что, когда мы размещаем ссылку в социальной сети, то появляется рядышком с картинкой еще появляется и описание этой книги. Так, сейчас мне все-таки хочется войти во Вконтакте. Сейчас попробую в другой какой-то войти. Так, сейчас мы в какой-то войдем аккаунт. Так, 38 пропустила. Я циферку пропустила. Все, вошли. Вот смотрите, вот сейчас мы разместим вот эту вот книгу. Вот мы сделали здесь описание, в настройках описание. И еще вот здесь есть страницы. Вот здесь тоже можно сделать описание. Давайте мы еще и в страницах сделаем описание. Если у вас многостраничный сайт, то вы можете прям под каждую страничку это все сделать. Так, теперь опубликуем это все. И идем в социальную сеть. И, допустим, вы пишете, что получите подарок, как-то украшаете это все. Потом ставите ссылку на ваш сайт. Вот. Как сделать… Вот, смотрите. Ага, я немножко не там поставила. Ну, сам факт вы поняли, что вот здесь вот идет описание. Идет… Я и в названии, и в описании поставила описание. Вот идет описание вот такое. И, конечно же, друзья, люди, когда видят вот это описание, они, конечно же, будут нажимать на ссылку, потому что они хотят получить вот такую книгу. Книгу для настоящих лидеров, книгу-мотиватор, книгу-вдохновлятор и так далее, так далее. То есть можно написать здесь фишка книги. И вот еще это одна фишка нашего конструктора, что вы можете делать вот такие замечательные прям с описанием. Видите? Потом я могу поставить еще раз эту же воронку. Если у меня на воронке несколько картинок, то нажав на картинку, уже покажется другая картинка. Вот, пожалуйста. Раз с книжкой кто-то обратил внимание на книгу и пошел и подписался по этой воронке, а кто-то взял и обратил внимание на вот эту ярко-красную стрелку. И нажимаем «Отправить». И вот таким образом, друзья, мы наполняем, вот, да, потом еще усилить. Это все, конечно же, хорошо делать в своей группе. Это все усиливаем специальными знаками какими-то, этими усилителями. Вот что здесь поставить. Правила постеры. И нажимаем «Сохранить». Вот сейчас оно станет нормального цвета. И вот здесь везде эти все постеры ставим, вот эти вот все усилители. И вот такой вот у нас получился пост. И хорошо, когда у вас вот таких страниц захвата, когда у вас вот таких вот воронок очень даже много. И их очень легко сделать. Вы можете… Ну, вот смотрите, допустим, я делаю под свою вот эту книжку, которая «Мотиватор» и «Вдохновлятор». Сейчас я вам ее обязательно дам. Вот я сегодня искала под нее… Кто искала под нее страницу… Ой, этот… Само изображение под эту книжку искала. Так, вот оно у нас такое большое получается. Видите, я уже даже не закрывая, я вижу, что очень большое. Вот мы сейчас сделаем, допустим, 300. Смотрите, тут же поменялась наша страничка, тут же поменялась наша воронка. Как-то она прилипла сбоку, мне не нравится. Вот поставим посредине. Все, вот она посредине стоит. И здесь уже мы можем, опять же… Понятно, что это другая совершенно книга. И мы здесь, опять же, уже пишем, что вы узнаете из книги. Берем нашу текстовку, о чем наша книга. И, например, берем и вместо этого ставим правила постеры для лидера. Что узнаем из книги. Следующие для начинающих… Вот давайте я вот эту концовочку поставлю. Фишка книги. Конечно, надо красиво сделать. Я сейчас просто вам показываю, как работает наш конструктор. Понятно, что вот так вот это неправильно, некрасиво. Надо сделать ее… Может быть, выделить. Другим цветом сделать. Может, другой шрифт какой-то найти, более интересный шрифт. Может, не выделять жирным. А наоборот сделать как-то по-другому. Ну, в общем, вы суть поняли, что вот так вот, вот так вот, очень легко. Здесь, опять же, вы можете написать, как… И книга-постер для лидера. Бесплатная книга. Все. И вы опубликовываете. И у вас на конструкторе можно легко и быстро создать любую воронку. Ну, это я вам показала, друзья, ну, такой из шаблона. А вообще вы можете прямо на конструкторе взять и сделать страничку, взять, сделать воронку. Она гораздо будет, конечно же, круче, гораздо красивее. Там есть возможности и прозрачных фонов. И это все будет на прозрачном фоне. И с тенями, и с шрифтами. И выделено. Ну, так как у нас здесь в зале новые люди, я вам просто показала возможности нашего конструктора. А вообще у нас есть уроки, и вы можете через эти видео уроки, ну, и с помощью вашего… Так, сейчас я вам дам подарок. И с помощью вашего наставника создавать массу-массу-массу вот таких подарочных страниц воронок. Вот это вам ссылочка на эту книгу. Кто у нас в прямом эфире, такой неожиданный бонус. Мне эта книга очень понравилась, и даже не так мне понравилась, как у меня были отзывы за нее. Она сделана в виде картинок. И вы знаете, очень многие люди, ну, не многие, но были такие, которые, молодежь особенно, которые говорят, ой, слушай, так давно книгу не читала. Вот это вот первая, которую я прочитала там за два или за три года. Вы потом посмеетесь, увидите, почему мне было смешно, что это первая, которую я прочитала за три года. Там практически одни картинки. Но они действительно очень классные, и это может быть такая, как настольная книга. Итак, друзья, вы познакомились с нашим конструктором. И с помощью вот таких страниц воронок, страниц захвата или лендинг-пейдж вы можете набирать себе подписную базу. И если есть вопросы, задавайте ваши вопросы. Я еще раз поставлю ссылку. Еще раз поставлю ссылку. И если по какой-то причине не срабатывает ссылка регистрации, то вы получите, друзья, завтра обязательно письма со всеми тремя записями нашего мастер-класса и ссылочку на регистрацию. И выходите, конечно же, на связь. Да, задавайте, задавайте, конечно, вопрос по ВКонтакте. И выходите на связь с тем человеком, который вас пригласил, и он вам ответит на все вопросы. Обращайтесь к тому человеку, кто вас пригласил на этот семинар. Попросите ссылку для покупки необходимых инструментов либо ссылку для бесплатной регистрации. Вот можете написать в ответ на приглашение на этот семинар, что вас заинтересовало. Ваш скайп и с вами, конечно, свяжутся. И помогут либо с оплатой, если это InSocial, если это сервис по поиску клиентов, потому что у нас на него нет бесплатной версии, либо можете, если вас заинтересовал конструктор, рассылщик, вам помогут зарегистрироваться на комфорт на тестовый период. И у вас будет персональный наставник, который поможет в дальнейшем с освоением продвижения вашего сетевого проекта через интернет. Так, пришла по моему приглашению. Юля, попробуйте нажать на регистрацию, потом выбрать «Продукты». Выбрать «Продукты». Нажимаете на регистрацию «Продукты» и «Конструктор сайтов». И там должна быть кнопочка «Попробовать бесплатно». Если не будет такой кнопочки, то я вам максимум завтра отправлю письмо. Или найдите меня в скайп. Наберите «Любовь долгая» и найдите меня в скайп. Так, как к постам прикреплять ключевые слова? Ага, это у нас был вчера урок, и мы говорили о том, что ключевые слова должны быть. Вот, Мария, смотрите, вы сначала определяете, что вы именно продвигаете. Вот я, например, определила, что я продвигаю «Конструктор сайтов». Значит, у меня какие ключевые слова? «Лендинг пейджи», «Конструктор сайтов», «Создать сайт», «Создать сайт самому» и так далее. И когда вы пишете… Ну, вот таких слов надо выбрать порядка 30, чтобы они у вас где-то были. И когда вы пишете «Пост», то хорошо, если в этом посту будут ключевые слова. То есть вы «Пост» пишете на тему «Конструктор сайтов». Вот первое пишете «Конструктор сайтов». Но еще надо взять вот так называемые хэштеги, вот чтобы они были активные, чтобы вас могли найти по этим хэштегам. Вы нажимаете вот троечку, вот при английской раскладке нажимаете цифру 3. Вот появляется вот такой знак. И, допустим, я пишу «Конструктор сайтов». Можно делать так, чтобы было удобнее. У меня одни и те же хэштеги постоянно по всей моей группе. То есть я взяла несколько, вот сразу, так, сейчас, несколько поставила, это в целях экономии времени. Несколько хэштегов поставила и пишу «Сайт». Так, сейчас, «Сайт». Потом, если у меня есть такой блог… «Стол показываю». Да, «Стол показываю». Ага, показываю стол, а я вам показываю. Сейчас, минуточку. Я забыла, что я отключила стол. Сейчас, друзья. И мы с вами сейчас, друзья, заканчиваем. И у нас в следующей неделе будет… Мы будем поочередно проводить мастер-классы «Стартап ВКонтакте» и создание всех необходимых элементов вашего бизнеса. Как есть рабочий стол? Подождите. Я уже на слайды перешла. Хорошо. Хорошо. Хорошо.